Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Аминь. Мы озвучиваем по порядку книги Священного Писания Нового Завета с толкованием святых отцов. В данном случае, вложи на хоккелакто деяния. Деяние 20 глава 25 по 27 стих. И ныне вот я знаю, что уже не увидите мы лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упаскал возвещать вам всю волю Божию. Толкование. Чист я от крови всех, если вы будете отягчены сном и умрете от рук убийцу душ, потому что я исполнил обязанность Учителя. Значит, кто не говорит всей воле Божией, тот виновен в крови, то есть в убийстве. По-видимому, оправдываясь, он, однако же, заставляет их остерегаться. Комментарий Игнатия Лапкина. Это место священного Писания и толкования всем священнослужителям и мирянам нужно заучить наизусть. Всю волю Божию может возвещать только тот, кто читает постоянно Библию и знает ее. 28 стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, посетить церковь Господа и Бога, в которой Он приобрел себе кровью Своею. Толкователь. Спасительная польза состоит не в том, только чтобы исправлять других. 1 Коринфянам 9.27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Не в том, чтобы заботиться только о себе. Потому что таковой самолюбец ищет только своей выгоды и подобен зарывшему свой талант в землю. Внимайте себе. Это не потому, что спасение себя предпочтительнее спасение стада. Но потому что, когда мы внимаем себе, тогда и стадо получает пользу. Вы получили, говорит, херотонию от Духа. Замечательно, что тех, кого выше назвал пресвитерами, здесь называют епископами. Это или потому, что и на пресвитерах лежит обязанность наблюдать за словесными стадами церкви. Наблюдать, чтобы не ослабел, кто верою. Не томится ли кто голодом или жаждаю. Или не нуждается ли кто в каком-либо замечании или обличении. Как заповедует сам же Павел. 2 Тимофея 4.2 Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай. Увещевай со всем всяким долготерпением и назиданием. Или же апостол епископами здесь и называет епископов. Немаловажным вещам угрожала опасность. Если Господь не пощадил даже крови своим, да, чтобы примирить врагов, Он пролил даже собственную кровь. Ты же можешь удержать их, когда они сделались уже друзьями. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года, день и ночь непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Толкование. Двоякое несчастье. С одной стороны то, что его не будет, с другой то, что иные будут нападать, и при том, что особенно горько из вас самих. Тяжело бывает, когда происходит междоусобная война. Цель еретиков стараться привлечь народ не к Господу, а к себе, чтобы польстить своему тщеславию. Когда привлеченные ими будут носить имя того или другого еретика, как то Маниеса, Манихея, или Ария, Арияне, и другие виды ересей. Поэтому, умеряя еще ранее их ревность, Павел поносит и прощает тех, которые говорили. 1 Коринфянам 1.12 Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. 32-34 стихи И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, Богущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждом моим и нуждом бывших при мне послужили руки Моисеи. Толкование. Увещание оканчивается молитвой, так как он сильно устрашил их, то чтобы не поразить окончательно, вот и утешение. Не сказал, не взял, но даже и не пожелал. Да, истинная милостыня в том, чтобы подавать из собственных трудов. Но обрати внимание на то, что трудился человек, который постоянно беседовал, и днем, и ночью. Комментарий Игнатия Лапкина. Безбожные вожди говорят, что человек это остатное животное, а когда говорят о животных, то называют их бессловесными. Идет архиерейское богослужение. Задействованы все пять органов чувств. Но Слово Божие отдает первенство. Предпочтение слуху. Только слуху. Римлянам 10.17. Итак, вера отслышания. Ослышание от Слова Божия. Выходит архиерей и сон духовенства. Выходят молча. Молча становятся в установленном порядке по ранжиру, специально построенные для них загородки в центре храма. Они даже физически полностью отдалены от народа. Молча стоят. И молча торжественные и недосягаемые скрываются в алтаре в кадильном дыму. Как в туманной дали. 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 Посторонние люди, приходящие в храм, спрашивают. Они что, у вас все глухонемые и не умеют разговаривать? Апостол же Павел постоянно беседовал. И днем, и ночью. Иногда это молчание, в кавычках, украшается тем, что на патриархе и архиереи молодые крепкие проповедники, в кавычках, и подьяконы, чтецы, застегивают пуговички, подносят расческу и умывальницу, засупонивают коня на битву. И нас спрашивают, что они сами одеваться не умеют? Апостол же Павел постоянно беседовал, днем и ночью. Так будем ли мы подражать апостолу? Или же как на сцене будем держаться этого придуманного людьми обряда и ритуала? Ничего не меняя в этом репертуаре. «Господи, пошли истинных делатели в земле русской, чтобы они любили народ Твой, проповедовали Ему слово евангельское и постоянно беседовали с народом на основании Священного Писания во славу Божию и днем, и ночью». Тридцать пятый стих. «По всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и помятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Толкование. «Я показал вам самым делом, что нужно трудиться и помятовать это слово Господа Иисуса». Ну, где сказал Господь это? «Быть может, апостолы передали это не письменно, или это ясно по замоключению. Одна теперь, одна степень отказаться от всего, другая доставлять себе необходимое, третья доставлять не только себе, но и другим. Четвертое, не брать и тогда, когда проповедуешь и имеешь возможность брать. Не сказано, однако же, что брать худое дело, но что лучше не брать». Комментарий Игнатия Лапкина. «Эти слова как будто совершенно неизвестны сегодня, и в первую очередь монашествующим и священнослужителям верующие должны питать своих наставников, и апостол Павел поясняет, каких именно. 1 Тимофея 5.17 «Достойно начальствующие пресвитера, должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». 1 Коринфянам 9.11 «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пождем у вас телесное?» Питаясь за счет посомых, пастыри должны ежедневно повторять эти слова Господа. «Блажение давать, нежели принимать». «Принимать умеют и принимают как достойное, забывая, что должны давать и давать превосходящее, более того, что принимает, то есть духовное, то есть непрерывно проповедовать и питать души посомых, чтобы кормящие их овцы сами были сыты и ухожены. «Помятовать это слово Господа Иисуса, иначе им имя будет не пастыри, а тунеядцы и дармоеды». 2 Коринфянам 10.36-38 «Сказав это, он преклонил колени своим и со всеми ими помолился. Тогда немалый плащ был у всех, и падая на выю, Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провождали его до корабля». Толкование. «Заметить нужно, что тому, кто расстается, следует сотворить коленопреклонение и молитву со всеми присутствующими, и тогда уже удаляться. Обнимавшие его в последний раз и от последней беседы его почувствовавшие сильную любовь и дружбу». Глава 21. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос, и оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий к Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра, и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз корабля». Толкование. «Все другие места прошли мимо, не останавливаясь на них. Быть может, корабль этот имел здесь, в Потаре, стоянку, и они, не нашедши корабля, отправлявшегося в Кесарию, а нашедши корабль, отходивший в Финикию, на нем и отправились, и оставили в стороне Кипра и Сирию». 4-7 стихи. «И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами, детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Толемиаду, где приветствовал братьев, пробыли у них один день». Толкование. «Итак, если повелевал дух, то почему же он воспротивился? Ведь ученики говорили, зная об угрожавших ему опасностях от духа. Да, они не убеждали его по внушению духа, но предсказывали ему прямо предстоящие ему опасности. Ищадя его, просто говорили, что не нужно восходить в Иерусалим. Когда окончились дни опресноков, вышли из Тира. «Перечти мне все дни сопресночными». В Тир пришли через пять дней. Потом в Тире пробыли семь дней. Всего двадцать два. Восьмой-девятый стихи. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери-девицы, пророчествующие». Толкование. «Они более всего благочестием достигали того, что удостоились даже дара пророчества. Писатель не присукупил бы, что они были девицей, если бы это не стоило внимания». Десятый-одиннадцатый стих. «Между тем, как мы и пребывали у них многие дни, пришел из-за Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, создав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Дух Святой, можачий этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Толкование. «Это тот Агав, который раньше предсказал голод. Но горько то, что придадут в руки язычников. Как только услышал, что имеет перенести множество бедствий, начинает торопиться. Агав не сказал, что Павла свяжут, чтобы не подумали, что он говорит, условившись заранее. Нет, он сказал, «Мужачий этот пояс». Двенадцатый-четырнадцатый стих. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете, что плачете, сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». «Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». Толкование. «Прощие плакали, а Павел утешал их. И тот, кто не страшился собственных испытаний, скорбел по поводу их слез. О вас плачет, говорит он, а не о страданиях, какие мне предстоят, потому что ради Господа Иисуса я готов и умереть. «Когда же не могли убедить его, то замолчали, потому что осознали, что на это была воля Божия. Нужно заметить, что следует останавливать тех, кто препятствует кому-нибудь сделать какое-нибудь благородное дело, хотя бы они и плакали. Эти слезы и самого Павла трогали и ослабляли его силу, поэтому он их и порицает». 15-й, 19-й стихи. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Касарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Киприянину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовал их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Богу язычников служением его». Толкование. Иаков был иерусалимским епископом. Это был брат Господа, муж великий и достойный удивления. «Рассказывает им Павел, что случилось у язычников, не по тщеславию, но желая показать Божие человеколюбие, служением его, то есть проповеданием евангельского учения». 20-й, 23-й стихи. «Они же выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря, чтобы они не обрезвали детей своих и не поступали по обычаям». «Итак, что же?» «Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе». «Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед». Толкование. «Эти тьмы из тех, которые кричали кровь его на нас и на детях наших». Матфея 27-25. «Однако же человеколюбец и из них, и из детей их принял многих и даровал им тьмы благ. Не сказали, услышали, но поверили и убеждены». «Много видов обетов. Одни обещали жертвы, другие деньги, третий себя самих. А четвертый не пить вина и не стричь головы. Известное число дней». «К разряду последних принадлежали и эти мужи. Волосы были символом умерщвления, потому что они, как мертвые, не ощущают боли. Жертвы, какие по закону должны были принесены за них, представь ты, чтобы уничтожить всякое подозрение». «Защитись» говорится делом, а не словом. «Было в обычае, что давшие обет по очищении, стригли голову, и в таком виде, в продолжении семи дней, делали приношение за себя. Нечто такое же сделали Акилой и Прискилла, чтобы было явно, что они остригли голову, как почитатели Бога». 24-25 стихи. «Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не соблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленной и от блуда». Толкование. «Как мы заповедуем язычникам, хотя проповедуем иудеям, так и ты, содействуй нам, хотя проповедуешь язычникам. Не бойся, дело в снисхождении». 26-й стих. «Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение». «Остригся Павел и исполнил все иудейские обряды, но не потому, что изменил свое мнение, так как это было бы делом нечистым от порока, а потому, что любовь снисходительна, возвещая исполнение дней очищения, то есть объявляя сам, объявлял о себе». 27-й, 34-й стих. «Когда же семь дней оканчивались, тогда астийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича, «Мы же израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего. Притом и Елена ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они виделись не в городе Трофима, Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в движение и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысячи начальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысячи начальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысячи начальник, приблизившись, взяв его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Толкование. Хотели убить его и тащили из церкви для того, чтобы с большим бесстрашием совершить убийство. 35-38 стихи. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысячи начальнику «Можно ли мне сказать тебе нечто?». А тот сказал «Ты знаешь по-гречески?». Так не ты ли тот египтянин, который перед всеми днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек-разбойников?». Что значит «Возьми его», «Смерть ему», говорят применительно к римскому обычаю, именно «Атакуй его» или «Изми его из числа живых». Так как иудеев было в обычае кричать эту фразу против праведников, как кричали они против Господа «Возьми его», то есть «Изми его из числа живых». «Явился один египтянин, производивший нововведения, бунтовщик, обольститель и чародей, дьявол, и польстил себя надеждою воспользоваться этим человеком и представить, как Христа, так и апостолов, участниками тех преступлений, какие были ученены последователями этого египтянина. Мужей Сикариев, человек-разбойников. «У иудеев три главных секты – фарисеи, саддукеи, есеи. Последние ведут более честную жизнь, любят друг друга и отличаются воздержанием. Поэтому и называются есеи, то есть праведные, а иные называют их сикарией, то есть ревнители». 39 стих. Павел же сказал, «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу». «Мы, христиане, истинные иудеи, как исповедующие истинную веру, потому что имя Иуда значит «исповедание». «Так как тысячник спросил, не ты ли египтянин, то Павел прежде всего отклоняет его от этого подозрения. А чтобы тот не подумал, что он по происхождению иудей, объявляет потом свою веру. «Итак что же, он не отрекся, да не будет, он был иудей и христианин. Это самое сильное доказательство того, что он не был ни в чем виноват. Так готов был он к защищению из себя. И так хотел обратиться со словом к народу иудейскому». 40 стих. «Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукой народу. И когда, сделавшись глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так». Глава 22. «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». «Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал, толкование много, сподсобствовало ему самое место. Именно то, что он говорил, стоя высоко и будучи связан. Видеть связанного двумя узами Павла, говорящего к народу, что может быть равное этому зрелищу». Смотри, какой фильм потерян был. А был бы кто-то записал это. Представь, даже тогда и то удивлялся. Зрелище. «Если бы были у христиан, у других какие-то видеоаппараты, неужели бы не засняли? Картина». «Как не устрашился он, глядя на такое множество возбужденного народа. Выражение «отцы» – знак уважения, а выражение «братья» – указание на родство. «Посмотри, его слово, и чуждо лести, и исполни на кротости». «Не сказал господа, но братья, что особенно было приятно народу. Я не чужой вам, – говорит, – и не против вас. Видишь, как подействовало на них, что он говорил с ними одним языком». «Они имели некоторого рода уважение к этому языку». Комментарий Игнатий Лапкин. «Вот то, чего нужно учить в семинариях и академиях. И, быть может, это единственное нужное. Господь послал нас во враждебный мир и обещал немерую дать Духа Святого, умножая наши таланты. Он не дал ни одного кадила апостолам и насыпал им углей в котомку. Не дал по пачке свечей. Пусть это все необходимо, но как это могло стать главным? Как можно обратить человека, пользуясь не тем оружием, которое дал Господь? Нужно знать Библию и состояние тех, кому проповедуешь, их уровень развития. Господь разговаривает с людьми, применяясь к их понятиям». Третья и пятая стихи. «Я иудеянин, родившийся в Тарсике Ликийском, воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне. Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и придавая в темницу и мужчин, и женщин, как засвидетельствует о мне про первосвященник и всей старейшины, от которых и письма взяв братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошний привезти в оковах в Иерусалим на истязание». Толкование. «Таким начало пролагает путь к речи. Но чтобы снова не подумали, что он иудей по народности, а не по вере, присовокупляет, воспитан в ограде сем. Павел показывает большое внимание свое к вере, так что, оставив так далеко и такое славное отечество свое, пожелал изучить здесь закон. Указывает этим на постоянное, неослабное прилежание и внимание, и на большое уважение к этому мужу Гамалиилу. «Ты изучил прекрасно закон, а не защищаешь его и не любишь?» Павел много уже высказал себе похвал. Обобщает слово. Ссылается он и на старцев, и на архиерея, и на городских жителей. До сих пор имеет он свидетелей, но последующее содержание речи не находит уже свидетелей. 6 по 13 стихи. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, вдруг осиял у меня великий свет с неба. Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Я отвечал, «Кто ты, Господи?» Он сказал мне, «Я Иисус Назарей, которого ты гонишь». Бывшие же со мной свет увидели и пришли в страх. Но голоса, говорившего мне, не слыхали. Тогда я сказал, «Господи, что мне делать?» Господь же сказал мне, «Встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать». А я, а как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск. «Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми иудеями, живущими в Дамаске, пришел ко мне и подойдя сказал мне, «Брат Савл, прозри!» «И я тотчас увидел его». Это было с целью, так как один он должен был выслушать голос Одой. А так как люди довольно посредственные, а доверяют более зрению, бывшие Савлам только свет видели, но голоса не слышали. И свет произвел такое действие не для них, а для Савла. Поэтому и зрение лишило его, а не их. Но в то время, когда свет изливался на него, и им дозволялось смотреть на этот свет, если хотели. Мне же кажется, что они не уверовали по особенному божественному устроению, чтобы быть такими свидетелями событий, которым иудеи не могли не верить. Прекрасно прилагается упоминание о городе, чтобы знали иудеи, что Савл был гонителем. Павел переплетает свидетельства лиц со свидетельствами обстоятельств, бывших с ним самим и с другими. Свидетелями являются священники, старцы, спутники. Факты свидетельствуются фактами, а не личностью только. Свидетели, а на они человек посторонний дали самый факт, то есть прозрение. Все. Не знаю, здесь какой у нас, 16-й или 17-й. Это 18-й уже, человек. Сейчас на 17-й? Да. 20 минут. Не знаю. Гленский già.